Белорусско-российское совместное предприемство Бранск-Сельмаш плануя заняться в ближайшие годы до 50% рынка комбайнов России. Обходе выканания державной программы «Здоровье народа и демографичная безпека» ишла размова сёня на посяжении гомельского гарвы Конкама. Завтра у Гомеля пройдет доброчинный марафон по отрымку хворой на рак девчонки. А зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Белорусско-российское совместное предприемство Бранск-Сельмаш полной заняться в ближайшие годы до 50% рынка комбайнов России. Про это в Бранску на пресс-конференции для российских и белорусских журналистов заявил генеральный директор предприемства Валерий Сулеев. По выниках работы в 2016 году Бранск-Сельмаш уже займая больше за половую рынку комбайнов Оренбургской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской и Пензенской областей. В целом на российском рынке доля сбороуборочных и кормоуборочных комбайнов, которые выпускаются под маркой «Десна» по лесу, теперь в залежности от модификации складает от 25 до 30%. Что годовый прирост по этим покажек у некольки процентов. В минулом году завод реализовал амаль 1600 одинок техники, что прикладно на 200 больше в поравнании с попередним годом. Росту продажа усприяет широкая товаропроводная сетка, больше как 60 дилерских центров по всей России. Ведутся так само поставки комбайнов на экспорт у Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдову. Причина популярности этой техники уяги надеянности и доступным обслуговыванием. Об ходе выполнения Державной программы «Здоровье народа» и демографичной обеспеки Республики Беларусь ишла размова сегодня на посажение Гомельского гарвы Канкама. Головные тенденции минулого года, натуральный прирост населения и снижение огульной смиротности. Как означал уголовный урадж Центральной городской поликлиники Вячеслав Ященко, многие покажики по выника года переузвешли прогнозные. Это у приватности повеличения протяглости жития и снижение коэффициента смиротности новонародженных. До речи, опошний покажик лепший в группе областных центров Украины. Насельничество Гомеля в 2016-м превросло больше на 1 тысячу человек. Становшая динамика закономерная. В 2016-м году Вялека Уага надавалась консультованию тяжарных женщин, скоротилась колькость абортов. Перед врачами поставлена задача индивидуального подхода до кожного пациента. Это то, чего мы добиваемся от каждого нашего врача. Чтобы врач, как хозяин своего участка, знал все о своих пациентах и смог их убедить вовремя начать лечение, пройти его и сохранить свое здоровье. В 2017-м году, конечно же, мы будем продолжать данный раздел работы. Он очень важен. Во-первых, позволяет повысить значимость самого человека в своих глазах, а также и имидж медицинского работника как профессионала. А кроме того, в минулом году была проведена масштабная информатизация сферы аховы здоровья Гомеля. Полностью компьютеризованы 5 поликлиник. У них ведутся электронные амбулаторные карты, выдают электронные рецепты. Гэтую работу протягнуть и в 2017-м году. Мясовые улады допомогут жихарам региона знайсти отказы на хвалюючее питание. У субботу протягнут работу промые телефонные линии. 21-го студене «Звороты грамадзян» выслухает наместник старшини Гомельского Аблвыконкама Андрей Васильевич Конюшка. Номер телефона 75 12 37. Гомельчане могут звернуться до наместника старшини Гарвыконкама Сергея Явгеновича Андреева. Звонки он будет принимать по номеру 75 63 33. Час работы промыхлений с 9 ранец и до полдня. Министр природных ресурсов и оховы новокольного сяродя Андрей Каухута сегодня принял удел у поширенном посаджении коллегии Гомельского областного Галинового комитета. На парадку дня два основные питания. Выники работы регионального подразделения за 2016 и задачи на 2017 год. Так, на территории Гомельской области объемы выкида у атмосферу шкодных речевов за минулый год застались на раннейшем узровне. Яны крыку пересягнули личбу у 100 тысяч тонн. Самый великий объем на рахунку Мазырского и Жлобинского районов, что бы молено наявностью там буйных вытворчих предприемствов. У целом у основных промысловых центрах забеспечена стабильная экологичная обстановка. При этом летость узросла колькость администрационных протоколов, складенных на порушальников прудооховного законодавства. Усяго 282 факты. Юридичным и физичным особам предъявлено 235 претензий на сумму больше, как полтора миллиона рублей. Гомельский регион, Гомельская область, она очень промышленно развитая. Много месторождений полезных ископаемых, много предприятий. Поэтому одна из важных задач – это контроль за выбросами, контроль за охраной окружающей среды. Контроль, в общем-то, осуществляется в должной мере, но, конечно, эта работа ведется постоянно. Поэтому, конечно же, необходимо работать и с предприятиями. Это и люди, общественность. Вот этими совместными усилиями, я думаю, необходимо делать все возможное, чтобы не было каких-то эксцессов, чтобы не было выбросов. Органичное землеробство и энергоэффективное водозабеспечение – работа над этими глобальными, цикавыми темами – принесла я еще двум гомельским выкладчикам перемогу у конкурса «Былвыконкама» по поддержке молодых ученых. С лауреатами, которые работают в Державном техническом университете имя сухого, состоялся наш корреспондент Марина Северьянова. Особная премия за лепшую распроцовку и досягнение выника у сферы экономии бережливости присуджена Алексею Капанскому. Молодой ученый – асистент кафедры электрозабеспечения. Звучайно, он занятый выкладчицкой деятельностью, а ля зараз вперед магистрских экзаменов. Тамовольного часу крыху больше, Алексей за готовностью делится выниками доследования. Кабьяны отримались грунтовыми и досканалами, довелось провести навыково-практичную работу на трех водоканалах у Гомеле, Жлобине и Витебску. Лазили в каждую скважину, подключали приборы, проводили инструментальные измерения фактических затрат энергии каждого насосного агрегата, определяли объем воды, который может насос поднять. И, применяя некоторый математический аппарат, разработали определенную систему критериев, которая позволила оценить резервы экономии электроэнергии при включении определенного насосного агрегата. То есть мы, по сути говоря, сформировали определенный перечень насосных агрегатов с самой высокой энергоэффективностью работы. Лилия Шукина, выкладчик экономичных дисциплин, в детинстве марила стать наставницей математики. Али потом вырешила займаться навукой и не шкадуя, а в своей праце рассказывая натхнена, что тыржится прэмии, то гэта свой особливый рэванш. Год тому девочина так само удельничала у конкурсе, али пермахчы не отрымалася. Тому зараз рада удвоя. Даследование Лилии Шукиной присвечено экономичному обгрунтованию, перспективности органичного землеробства. Тыма обмерковывается во всем свете. Не засталась у Баку и Беларусь. У Минской области уже истнует вопытный участок по выросшиванию органичной продукции. Почали из рослиноводства. Рослиноводская продукция является на первом этапе наиболее выгодной, потому что если рассматривать животноводческую отрасль, то необходимо значительные финансовые вложения, поскольку надо не только животных оберегать, но и необходимо будет все фермерские помещения подвергать реконструкции. Поскольку, ну, как бы такой пример, что животные, выращенные по принципам органического сельского хозяйства, должны непосредственно гулять на улице. Им включают музыку. Нагадаю, переможцы отримают премию гомельского облыва конкама. Амаль – 1400 рублей. Церемония узнагородживания запланованная на конец студене и будет примиркованная до дня белорусской науки. Марина Северьянова, Игорь Маришенко, Телеры, компания «Гомель». Завтра в «Гомеле» пройдет доброчинный марафон «Усе фарбы життя для тебя» у поддержки двухгодовой Ани Виноградовой. У девчонки пухли на мозгу четвертой стадии. У кастричнику ей зарабили операцию, але целком перемогчих хворобу не отрималася. Немецкие урачи готовы взяться за непростый выпадок, однако налячение потребное неподъемное для семьи сродки – коля 100 тысяч евро. На сегодня удалось собрать шверть гэтай суммы. Наблизить сия еда заповедная, лишь бы завтра поспробуют белорусские артысты. Концерт отбудется у городским центры культуры. Початок у 18 годин. Усе отриманные сродки будут пераличены на лячение девчонки. Да помогчи детяте можете и вы для гэтага достатково пополнить рахунок мобильного телефона. 8029-506-70-70. 50-гадову фотомастатстве. Своясабливую творшую справоздачу гомельский фотомастак Сергей Иванов представил у экспозиции «Земля белорусская». У ее вайшли 30 работ. Аутер яшел в детинстве, стратил слых, однако не сгубил цикавости любого дожиття. Царот жанров фотомастатства отдает первого репортажу и особливо пейзажу. Ей намкнется захавать на фотопаперы гэтай маукливый свет, тишине и гармонии. Ягу займая пошук новых ракурсов, световых эффектов в розный час. На выставе у музея фотографии можно познайомиться с творшыми работами аутера, які адвістровують стан природы у розные поры года, дивные у своей малявничести реки и озеры, безмежные лясы и поли. Каб повиншовать аутера с творшым юбилеем, у музея фотографии собрались сябры, члены фотоклубов и Белорусского товариства глухих. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова